В последний уикенд народ по всему миру вышел протестовать. Шведы демонстративно сожгли Коран, а до этого повесили чучело Эрдогана вверх ногами. Турки ответили демонстрациями в Анталии и Стамбуле, где сожгли шведский флаг. Шведы в отместку затоптали портрет Эрдогана. А в Буркина-Фасо уже который месяц подряд выгоняют французов, для чего протестуют на улицах. В Лондоне одни демонстранты закидали Скоттленд-Ярд гнилыми яблоками, протестуя против сексуального насилия полицейских. Другие активисты прошли маршем в память о жертвах вакцинации. А в Дублине еще смешнее. Кто-то протестует против наплыва мигрантов, а кто-то выходит на мост протестовать против протестов против мигрантов. В Варшаве демонстранты заявили, что это не наша война. В Берлине требовали разрешить полякам давать Украине леопарды. Австрийские активисты подняли голос за снятие санкций с России. Болгарские братушки вынули из Нафталина Навального и вышли в его честь на улицу. В американской Атланте без всяких политических причин леваки подсапались с полицией и заодно сожгли пару машин. Французам совсем не хочется выходить на пенсию в 64 года вместо 62. И они дают жару своему правительству. Вместо пенсии выходят на улицы. Не отстают и испанцы. 700 тысяч человек вышли в Мадриде на антиправительственную демонстрацию. Перуанцы требуют всего сразу. Распустить Конгресс, уволить президента, выпустить экс-президента и вообще давай новое правительство. А пока закроем Мачу-Пикча нахрен. Израильтян не понять. Вот они против Нетаньяху вышли попротестовать. Но он же 15 лет рулил в общей сложности и ничего. Просто по Черномырдину. Никогда такого не было. И вот опять. И даже спокойная Чехия протестует и поет национальный гимн. очень трогательная. И только маленький смешной человек-ракета снисходительно взирает на всю эту суету с высоты своего положения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok